Как думаешь, что ждет независимую Чечню, если она, конечно, будет? Это будет ебаный Эмират или что-то нормальное? Какой вообще шанс, что религиозность муслимов на Северном Кавказе снизится хотя бы до уровня Казахстана и Азербайджана? По скриптуму, я сам чеченец. Ну смотри, не был никогда на Северном Кавказе, то есть я и не эксперт в этой области, но мне кажется, что не снизится, к сожалению. Я просто не склонен выдавать желаемое за действительное. То есть, конечно, да, есть на Северном Кавказе и христиане всякие, есть там и язычники с непрерывной языческой традицией, но есть мнение, что это все, оно там не выстоит особо. Вообще радикальный ислам это, по сути дела, единственное, что Северный Кавказ может как-то объединять. Объединяться он будет в случае развала РФИ, поэтому я как бы здесь не вижу каких-то хитрых ходов, чтобы это обойти. То есть, я, конечно, больше сторонник того, чтобы в Чечне победил чеченский национализм этнический, вот, значит, чтобы... Но этого не будет, скорее всего. А как думаешь, почему языческие регионы Кавказа по итогу самые обрусевшие? Я про Абхазию и про Осетию. Про Осетию в большей степени, конечно. Ну, так по политическим причинам так сложилось. То есть, всегда есть группы, которые куда-то не вписываются по той или иной причине. Вот в случае с Абхазией и Осетией, Осетия, она половину православная, половину языческая. Абхазия, она там частично мусульманская, но язычников там тоже... То есть, эти вот Абхазии, например, не вписываются в православную Грузию особо. Им там не очень удобно. Плюс ко всему, у них еще и язык совершенно другой, совершенно взаимно неинтеллигибельный с грузинским. То есть, вот это вот все вместе. Ну, опять-таки, у Осетин тоже, кстати, язык совершенно другой по отношению к соседним народам Северного Кавказа. Вот. И так вот складывается, что вот и религия, и язык, и вообще во всем они... Другие не вписываются в то, что там вокруг них происходит, и Россия этим пользуется. Вот, чтобы клинья всякие вбивать.